Все обстоятельства перестрелки в Днепре по-прежнему покрыты тайной. Сегодня одному из подозреваемых, участнику конфликта, Александру Лакизе, избрали меру пресечения. Какие заявления звучали на слушаниях и что нового сообщили в полиции в сюжете Сергея Бордюжи. Подозреваемого в суд привозят из больницы Мечникова под усиленной охраной. Хромая Александра Лакиза поднимается в зал, с прессой не общается. Лицо закрывает листом бумаги. Во время заседания сначала заявляет невиновен. Я считал, что это встреча деловая. При себе оружия я не имел. Ни в кого не стрелял, никого не убивал. Но спустя пару минут вспоминает, стрелял. Мол, пистолет отобрал у одного из нападавших. И уверяет, атошники, которые пришли на деловую встречу, открыли огонь первыми. Когда происходили выстрелы в мою сторону, я когда убегал, уже раненый, я стрелял в ту сторону. Все происходили в меня. Как оказалось, год назад обвиняемый уже был осужден за ношение огнестрельного оружия. Но адвокаты Лакизы настаивают и подзащитный примерный семьянин и отец. И брать по стражу нет необходимости. Нет ни одного доказа того, что именно от пострелов Лакизы помер Вагнер или Ивашук. На этот момент нет ни одного выставки экспертизы, который бы подтверждал факт того, что пуля была выпущена из огнепальной оружия из рук Лакизы. Но суд принимает решение два месяца ареста без права внесения залога. Представок для апелляционного оскаржения данного решения нет. Если человек погрожает до вечного выяснения, он может перераховываться как от органов досудового расследования, так и от суда. Тем временем в полиции утверждает, что продолжает расследование. Но важных деталей по-прежнему никаких. Все еще пытается установить, где находится бизнес-компаньон Эдуарда Саакяна Шалом Нахшон. Хотя вчера вечером он опубликовал видеообращение в интернете и подтвердил, что с Саакяном есть финансовые разногласия. А вот к стрельбе отношения не имеет. За трое суток правоохранители опросили 20 свидетелей. И установили личности еще двух возможных участников бойни. С ними работают следователи. И уже по завершению мы сможем как-то квалифицировать, возможно, в другую, кто они у нас будут, дать другую правовую процессуальную оценку. Но на данный момент это свидетели. Много вопросов к работе полиции и у экспертов. В последнее время такие разборки стали привычными. А главное, участники устраивают их днем в центре города и абсолютно не боятся наказания. Постаёт очень много вопросов к работе правоохранительных органов. По сути, люди, которые сегодня были подозрены, которые начали стрелянину, затримали не полицейские. Через то, что они были поранены, не змушены были вернутись за медицейской помощи. И в такой способ, фактически, их есть возможность теперь затримать. Сегодня же Бабушкинский суд Днепра должен избрать меру пресечения ещё одному подозреваемому, 25-летнему Станиславу Ельчищеву. Во время перестрелки он был ранен и доставлен в больницу. Около 7 вечера Ельчищева привезли в суд. Общаться с прессой не захотел. По словам адвоката, свою вину не признаёт. Но не отрицает, во время конфликта был в кафе. Вот только без оружия. Буквально сразу после начала слушаний задержанному стало плохо. Его вынесли из зала заседания на носилках. Вернётся он туда или нет, должны решить врачи. Сергей Бордюжа, Елена Миндалёк, Игорь Воробий. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Около 8 вечера Станислав Ельчищев опять доставили в зал суда. Врачи провели обследование и констатировали, состояние подсудимого не ухудшилось. Напомню, Ельчищев жаловался на головокружение. Сейчас заседание возобновилось до часу ночи. Когда истекает срок задержания, Ельчищеву должны избрать меру пресечения. Иначе должны отпустить на свободу.